Здесь прямой массаж сердца. Начинается примерно раз в 2 секунды, 100 раз в минуту. Искусственное дыхание и массаж сердца могут спасти жизнь человеку. В Химках проводят курсы гражданской обороны. Сегодня в роли учеников руководители муниципальных предприятий и учреждений городского округа. Сотрудники Химспаса рассказывают, как действовать при авариях и чрезвычайных ситуациях, и как защитить работников. Программа рассчитана на 14 часов, два учебных дня. При чрезвычайных ситуациях, техногенные аварии, которые могут произойти с выбросом и радиоактивных веществ, и химически отравляющих веществ в атмосферу. Вот как действовать в этих случаях, как защитить работников организации. А также они участвуют в мероприятиях городского округа Химки. Также в городском округе идет подготовка к сезону паводков. Солнце прогревает воздух, и лед на канале имени Москвы все тоньше и тоньше. Сотрудники Химспаса и представители центрального аппарата МЧС проводят проверку готовности сил и техники. Вот это костюм сухого типа. Он полностью герметичен. У водолаза остается только сырые руки и мокрая голова. Под него одевается утеплитель, чтобы водолазу было комфортно работать. В комплект снаряжения входит водолазный нож, для того, чтобы если водолаз где-то запутался, он мог разрезать веревки, сети и безопасно выбраться на поверхность. На данный момент мы выходили на катере, и под катером ломается лед. Толщина льда от нуля, то есть его нет, до трех сантиметров. Убедительная просьба на канал имени Москвы не отпускать детей и ни в коем случае не выходить ни сами, ни родственники, никого. Потому что это чревато смертельной опасностью. Сейчас выход на лед действительно стал опасным. Морозы отступают, и вероятность провалиться под лед возрастает. Всего же с Нового года было спасено 12 человек, 8 из них – дети. Ксения Каредникова, Ксения Абрагина, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.